Вы учтите, что после, мало того, что и советская власть занималась русификацией, сознательной русификацией, был короткий период, это в 20-е годы, когда Сталин шел навстречу так называемым украинским большевикам. Когда был рассвет украинской культуры, начался рассвет, вот это расстрелянное поколение, наверняка слышали, да? И более того, я вам скажу, на Кубани было множество украинских школ, и газеты выходили на украинском языке, и радио вещало на украинском языке. Все это ушло, и началась опять сплошная русификация. Я вам скажу, в 43-м году, после освобождения Донбасса, восстанавливать шахты, ну и вообще инфраструктуру, прислали заключенных, заключенных. Они были еще работали, когда территория шахт была обнесена колючей проволокой. Большинство из них, когда срок кончался, а им еще за хорошую работу срок сокращали, они оставались тут же работать, и они обзаводились семьями. Это очень специфический контингент. Я не хочу чернить, но я вам обрисовываю, что это контингент невысокой культуры. Правда, и оттуда люди, как бы сказать, выламывались. С культурным достижением можно, наверное, найти кого-то и ни одного человека. Но более того, это же было... Откуда у этих людей взялся фонар, тот, который в Советском Союзе объяснил, что шахтеры исключительные? Так, не просто шахтеры. Смотрите. Это Советский Союз воспитал. Это Советский Союз. Это уже чисто Советский Союз. Как это было сделано и зачем? Ну, во-первых, смотрите. Смотрите, сколько составляющих. Во-первых, чья была... Он класс-гегемон. Вы уж помните, рабочий класс – это класс-гегемон. Это революция рабочих... А именно шахтеры стали гегемонами-гегемонов. Совершенно верно. Потому что шахтеры, гвардия... Помните шахтерский гимон? Шахтеры, гвардия труда, шахтеры первые всегда. Да. Это же внушалось и не просто теоретически, а это и орденальность славы трех степеней, и своей почетной формы, и кучу званий, и заслуженный шахтер, и почетный шахтер. И была в сравнении с другими неплохая зарплата. Более того, я же хорошо помню времена, когда все же мечтали, ну, особенно шахтеры, они прилично зарабатывали, все мечтали иметь четыре колеса. Все же это было мечта. Так они без очереди могли получить. Не скажу без очереди, но шахтерам им было проще, и я вам скажу конкретно, было такое положение, не помню гласное, не гласное, Но во всяком случае, так как я часто бывал в Министерстве угольной промышленности, и в этой сфере, по сути, работал, и был тогда комбинат под позднее объединение «Донецк уголь». Сейчас это энергетические там компании и все такое, когда бригадам, тысячникам без очереди давали автомобили. Что это значит? Это та шахтерская бригада, угольная, или так называемый ГРОС, рабочая очистного забоя, которые за сутки добывают не менее тысячи тонн угля, легковые машины вне очереди. Или в льготной очереди, скажем так. Таким образом, мы внушили, что они исключительные. Нет, мы не будем говорить. А для чего это было нужной советской власти? Она держалась на таких людях? Во-первых, ей нужна была поддержка, во-вторых, труд-то действительно тяжелый и опасный. Труд тяжелый и опасный, надо было стимулировать. Можно сказать, что на донбасских шахтерах в большой мере держалась советская власть? Можно ли сказать, что на донбасских шахтерах в большой степени держалась советская власть? Нет, нет. Ну все у нас очень, все делалось для того, чтобы воспитать конформизм, то есть, ну вот как там у Высоцкого, как нам сказал ЦК в письме открытом, мы одобряем линии его. Ну, это все отряды рабочего класса. И сказать, что шахтеры были самые такие недовольные. Но не все отряды рабочего класса, тем не менее, воюют так массово на территории ДНР и ЛНР. Шахтеров там действительно немало. Больше я Вам скажу. Значит, как абсолютно точно известно, что даже у мистера Гудка, у господина Ахметова, который публично выступил за Украину, в его шахтах на территории ЛНР, которые платят налоги в Украину, получают зарплату из Украины, но существуют на территории ЛНР, в его шахтах воюют. Есть такие шахтеры, которые брали отпуска или там еще как-то устраивались и воевали за ЛНР. Вот объясните мне это. Хотя, казалось бы, их пайка здесь, им платит зарплату украинский олигарх. А почему же они тогда роют яму своему же материальному положению? Это же дело не только в деньгах. Да, совершенно верно. А в чем? Вот рассуждаю слух. Во-первых, вот этот гонор Донбасса. Мы за Донбасс. Вот я поехал, да? Например, так. Какой лозунг был? О! Защитим! Защитили Донбасс, защитим Украину. Вот я видел лозунг в Донецке. Да. И не пустим фашизм в Донбасс. Не пустим фашизм в Донбасс. Вот это защитим наш край. На нас же они верят в то, что на Донбасс нападают укропы. А укропы это, по сути дела, в темную их используют. Там тоже, может быть, люди не умные, неграмотные. Они не понимают, что их в темную используют. Ну, ЦРУ, да? Агентура ЦРУ, Госдепа и так далее. В общем, эти люди привыкли в советское время слушать телевизор и сейчас. Да. И они верят. И окружение. Вы не забывайте. Общественное окружение. Они в это верят, в фетиши, в эту фейку. Вот у меня в новой книге глава есть такая. А когда Москва говорила правду. Вы понимаете? Вот люди верят в это. А когда Москва говорила правду. Еще хочу, чтобы вы кое-что прокачали.